Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня у нас классика, причем классика такая прям заслуженная и очень-очень давняя, куда уж там Баку 110 со своей, ну сколько им там, лет 60 исполнено с Баку? Нет. Конечно же ни один американский бренд, самый-самый пропуканный, скажем так, он даже близко не встанет с теми же Золингенами, с теми же Миковыми, с теми же самыми французами, то есть тот же Мам, даже португальский, он ножи свои делает уже там хрен знает, там со времен Наполеона походу. Вот, и в Тиере, собственно говоря, там с 1800 года пошла ножевая движуха, а в принципе в этом регионе во Франции еще гораздо еще раньше. Вот, и в 1859 году появилась компания Labotte Corone, или Corone скорее всего, в 1936 году определился сам в отдельный бренд Андре Вердье, и несколько раз это все менялось, по-моему, в 2013 году появилась, собственно говоря, мануфактура Андре Вердье, которая объединила в себя несколько брендов этого региона. То есть, что мы знаем вообще? Мы знаем, конечно же, о Пинель, мы знаем, вот я говорю, мы знаем, а сам не могу никак вспомнить, это с пчелкой-то на спинке. Причем вы можете мне не писать, почему, потому что я сейчас про пчелку на спинке скажу, сам по себе нож не вспомню, и как только выключу камеру, я сразу вспомню. То есть, есть определенные какие-то, Лагиоль, вот, определенные какие-то именно бренды, определенные регионы делали какие-то союзнаваемые ножи, но так уж получилось, что именно о Пинель он выстрелил, хотя он далеко, я на мой взгляд, я считаю, что это не самое прям лицо французского традиционного ножа. Здесь как-то, ну, не знаю, Пинель просто берет тем, что он ультрадешевый, мегадешевый. Ну и плюс у ребят очень сильно, скажем так, именно поставлен маркетинговая составляющая, это тоже не отнимешь. Вот, итак, литьер Андре Вердье, именно классика, что ни на есть классика, со всеми соответствующими логотипами, и нож этот в поюзе, как видите, у хозяина, и пользуется огромной любовью, и даже здесь вот как вот поточены местами, идут вот такие вот засветы по кромке, видно, что нож прям рабочий, видите, то есть где-то его там при какой-то правке там шваркнули, коцнули, реально добавляет прям, во-первых, какого-то, какой-то ламповости, сейчас мне скажут, ой, опять Архадыр там про ламповость, не надо, не надо мне здесь ля-лякать, я знаю, о чем говорю, вот, и самое главное, то, что нож действительно в постоянной работе. Так, длина ножа 203 мм, длина клинка 90 мм, есть 115, по-моему, миллиметровая версия, нахрен не нужная, потому что это уже полуфилейник такой получается. Я считаю, что здесь 90 мм для какого-то именно вот такого, знаете, по Провансу пройтись сырика там, покушать с какой-нибудь мягкой вкусной булкой, нарезать ветчинки, и очень много, кстати говоря, сразу про штопор говорю, что очень много у вердея есть вердьё, есть вариантов со штопорами, в общем, такой именно, и самое главное отличие, почему мне 90 мм версия нравится гораздо больше, потому что при ширине клинка в 16 мм здесь толщина клинка 2,5 мм, а если вы возьмёте клиночек подлиннее, там уже 3 мм. И при всём уважении, что он может быть там на миллиметр, на миллиметр там шире, он тоже такой очень именно вытянутый такой скальпелёк, получается, что само по себе сечение клинка другое, и здесь это в любом случае больше такой резачок именно. Финиш клинка сатин, вес 90 грамм, сталь сандвек 12С27, рукоять орех, причём у производителя рукояти просто немерено, там и оливка, там и карелка, там и чёрное дерево, могу сказать, что Паша совершенно правильно выбрал орех, потому что орех здесь наиболее благородно, наиболее красиво на этом ноже смотрится. Я могу сказать, что конкретно под эту форму моя любимая карелка, она ни в одно место, ни в Красную Армию. Здесь всё должно быть соответствовать, как говорится, региональности, чтобы всё было прекрасно. Тугой достаточно слип-джойнт, причём здесь нет фиксации под 90 градусов, здесь уже рука сама по себе автоматически. Раз, задержка, и потом щелчком таким конкретным складываем. Упаси вас Бог, этот нож складывать одной рукой. Почему? Потому что именно за счёт того, что нет фиксации жёсткой под 90 градусов, вы слышали звук, с каким закрывается нож. Это прям гильотина, которая просто... Ладно, если вот так вот просто попадётся сам по себе палец, пару пальцев, вы порежетесь. Но если у вас просто именно кусочек, вот так вот просто мякоти попадёт вот сюда, вот в этот просвет, вы просто отхерачите себе эту мякоть и зальёте всё кровью. Поэтому конкретно этот слип-джойнт не стоит закрывать одной рукой, не надо. Здесь всё очень по уму сделано для того, чтобы, как говорится, интуристы не боялись. Сто процентное handmade in France, то есть здесь всё очень прям всё по-французски. Вообще, я уже говорил, на самом деле французы, они избежали судьбы Золингена. Почему? Потому что, может быть, они так не стрельнули, как Золинген. Может быть, они настолько не стали, они более-менее сохранились в своей локации, но зато они сохранились без копирования, без наглого. Потому что сейчас, когда ты видишь надпись «Золинген на ноже», это, знаете, это как если в 90-х, в конце 90-х, если увидеть на человека надпись, например, «Гуччи», то первый вопрос. В Турцию недавно ездил, правильно? То есть Золинген сейчас просто напрямую привязывается к Китаю, Китайпром. Почему? Потому что он был просто миллион раз копирован, потому что многие компании, которые в этом славном немецком городе работают, они перенесли своё производство в Китай на более дешёвой площади и так далее. И вот как раз-таки получается, что, может быть, французам такого успеха и не досталось, как немцам, но зато они сохранили свою самобытность, они сохранили свой, как говорится, «хендмейд ин Франц», и можно сколько угодно разгоняться на тему соответствия или несоответствия, насколько эти ножи не модны и прочее, прочее. Они их делают, они молодцы, пускай дальше продолжают делать, даже если для своего, как говорится, средиземноморского региона. То есть это именно нож понимающего человека. Никуда не торопимся, никаких клипс, никаких одноруких раскрытий, никаких одноруких складываний, никакой всей этой вот пубертатной, прыщавой, нервенной, психованной, какой-то истеричной американской херни. Нет, спокойно присел на нагретый солнцем камушек, спокойно достал ножик, раскрыл, себе приготовил вкусный французский бутербродик, запил все это венцом, спокойно вытер нож об штанину, сложил двумя руками, положил его обратно в карман, и дальше пошел себе, как говорится, наслаждаться жизнью. То есть на самом деле, я уже как-то говорил, в таких ножах ты именно чувствуешь всю вот эту вот правильную неспешность жизни, которая должна быть у человека, которая должна быть у всех у нас загнанных, каких-то постоянно дергающихся, она должна быть хотя бы иногда случаться с нами, чтобы не надо было никуда торопиться. И вот когда мне не нужно будет никуда торопиться, я вот подобным ножом буду делать себе всякую разную, закусон и снять, как говорится. Вот, но при этом запросто можно зарезать кого угодно, потому что здесь рукоять абсолютно этому способствует. Рукоять, несмотря на то, что она тоненькая и узенькая, она у нас такая полупистолетная, причем такая полумушкетно-пистолетная, и вы не представляете, насколько она в руке сидит диагональным хватом просто охренительно, я бы так сказал, по-другому ты и не назовешь никакого определения. Она просто офигенно сидит в руках рукояти. Вот, молоточный хват, если надо бы что-то построгать, вы запросто это сделаете. То есть здесь, и исходя из того, насколько тугой слепджойн, конечно, нужно помнить, и особо каких-то вот именно движений, ударов в обух или уколов с выходом именно на вот это вот складывание не нужно делать, но на самом деле, ребят, здесь очень-очень серьезный запас, именно пружины, надо сильно постараться, чтобы этим ножом сделать. Опять же, если мы говорим о каких-то моментах протыкательно-ковырятельных, делайте просто секущие какие-то движения, именно какие-то уколы с нагрузкой, вот сюда вот, на первую часть кромки. И будет вам счастье, никуда он не сложится. Сама по себе кромочка дивного такого правильного формата, я имею в виду, что вот она довольно рано уходит на кончик, начинает уходить. То есть это именно легкий, классический, весь такой вот легкомысленно-французский, но при этом невероятно надежный, при том, что это слепджойнт. И ухватистый, и в руку вот такой вот нож. Вот, так что неопинелями, едиными, как говорится, рад человек. Спасибо за просмотр, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok